Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Меня сильно ему завидует Потому что Ну кажется, он выбрал самый лучший момент Чтоб переставать отдуплять, что происходит Нет? По-моему, если не сейчас, то я не знаю когда Но перед тем, как мы продолжим Прервемся на небольшой урок английского My name is Danila, I'm from Воронеж, and my favorite drink is compote. Любимый напиток детства или суперугарная вещь, чтобы сказать ее американцу? Я прекрасно знаю, сколько из вас всю свою жизнь пытается выучить этот долбанный английский, наконец, и до сих пор все никак толком не могут оседлать этого жребца. Поэтому я к вам с полезными подгонами. Крупнейшая онлайн-школа английского языка Skyeng, которая за 11 лет своей работы обучила уже более 300 тысяч человек, запустила курс, который поможет вам выучить английский с нуля до разговорного или заапгрейдиться на плюс один уровень всего за три месяца. Это просто идеальная программа для тех, у кого, например, мало времени. А самое главное, ребята дают стопроцентную гарантию результата, иначе доучат за свой счет. Ну вдруг вам зачем-то надо срочно уехать вдруг? Или вы просто хотите путешествовать и комфортно себя чувствовать за границей или смотреть новости не только на русском языке? Школа собрала свои лучшие практики и упаковала их в удобные и результативные курсы под ваши запросы. На курсе у вас будет персональная программа, личный преподаватель, сессии с коучем, регулярный чекап прогресса, безлимитные разговорные клубы, тренажеры, в том числе и с модным GPT, а также чат-комьюнити с другими студентами. Если вы давно хотели, наконец-то, выучить уже этот язык, на котором разговаривают по всему миру, то записывайтесь по ссылке в описании на индивидуальную консультацию, чтобы составить свой индивидуальный план обучения. А еще у школы огромное количество бесплатных материалов для того, чтобы прокачивать свой язык. Например, по вот этому QR-коду вы сможете найти подборку с тысячу самых употребляемых слов для работы, путешествий, свиданий и вечеринок. Подборки разделены по темам, и их можно тренить в бесплатном приложении школы. О, уже можно идти в столовку. Спасибо Skyeng за спонсорство этого выпуска, ну а мы начинаем. Ну что ж, давайте попытаемся наверстать, что же случилось за этот месяц, под ваши бурные аплодисменты. Уфолог принес в мексиканский конгресс тела двух пришельцев. Инопланетяне оказались фейком. Вот это да. В Мексике выяснили, что пришельцев сконструировали из костей, которые незаконно вывезли из страны. Это реальная новость, очень угарный мем форсится с этими маленькими человечками. Уфолог прокомментировал эту историю как, чё, реально не настоящие? Хм, странно. А секс с ними был просто космический. Вообще прикольно, как здесь в последнее время в Америке начала форситься тема с инопланетянами, обнародовываются какие-то документы, в Конгрессе прям на очень высоком уровне обсуждают видео с НЛО. Это очень любопытно, потому что последний раз, когда в РФ власти обсуждали инопланетян, это когда Путин в очередной раз коверкал слово «трансгендеры» в своей речи. Выглядит это всё, конечно, очень дико. У нас, слава богу, древние останки в парламент никто не приносит. Они и так там сами давно сидят. Такая, бля, опа, нахуй, сатира. Следующая новость. Российский суд признал эмодзи большого пальца в переписке из мессенджера эквивалентом подписанного документа. Я не знаю, чего вы удивляетесь. У меня именно по этой причине все мои документы в России до сих пор подписывает мой проктолог, нахуй. Судя по законотворческой тенденции, следующим решением суда вполне может быть признание молчания знаком согласия. Почему бы и нет? Сейчас все форсят мем про мужиков, и как часто мы думаем про Римскую империю. И мне кажется, через какое-то время в России, ну, с такими темпами, вообще выборы куда-либо так и будут выглядеть. Люди будут просто выходить на балкон, и нахуй, раз, всё готово, засчитано. Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях будет расцениваться как запрещенный импорт. А также запретил россиянам въезжать с рядом личных вещей, в списке которых автомобили, смартфоны, драгоценности и ноутбуки. Евросоюз как будто говорит нам, ничего личного. Вот это была хорошая, это нахуй у вас проблема. Вот это была заебись. Мне кажется, есть очень простое решение относительно того, как можно въезжать на российских номерах в Евросоюз. Нужно просто, как у той женщины, подержать номера чуть подольше на солнце, пока они не выцветут и не превратятся в номера Украины. Кто-то вообще помнит эту новость, нахуй. Класс, класс. Это, конечно, полный пиздец, что у тебя в теории могут телефон с ноутбуком лично и на границе отобрать. Походу в эмиграции теперь реально надо будет начинать всё с нуля. Следующим действием будет конфискация, наверное, коронок с зубов. Потому что в Европе не место русскому империализму. Ну, что тут сказать? Теперь это уже не ЕС, теперь это ноу. Сам разъебался, что какая-то хуёвая. Идём дальше. Школы в РФ за январь потратили на автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, патроны, бронежилеты и прочий учебный инвентарь более 240 миллионов рублей. Ну что, теперь зато на уроке физкультуры будет не только зарядка, но и перезарядка. Ну, зато хорошая новость. У нас в школе стало больше прикладных наук. Математика, физика и автомат Калашникова, конечно. Лет через 20 будет забавно, если это будет работать как с учебниками, когда новым школьникам будет доставаться старый калаш, весь исписанный ручками, списками нарисованный. Мне кажется, надо во всём искать позитив, зато в классах теперь помимо живого уголка будет ещё и смертоносный. Не знаю. Мне кажется, с учётом того, что в целом существуют такие проблемы, как школьные шутинги, очень хуёвым решением является добавить в эту проблему оружие, блядь, школьникам. Предвосхищаю огромное количество летальных инцидентов на экзаменах по знанию Калашникова с двоечниками. Вообще, это же очень опасно держать несформированных детей и оружие в одном месте. Да и потом у учителей появится дополнительная возможность завалить тебя к концу четверти. Не знаю. А вот, тем не менее, не только в России происходят странные вещи. В Южной Корее на законодательном уровне планируют запретить есть собак. Вроде бы и хорошая новость, но, ебать, планируют. То есть, не все ещё решили, что это объективно надо запрещать. Как будто кто-то в парламенте Южной Кореи такой, давайте ещё подумаем. Позавчера лабрадор так охуенно к Каберне лёг. Что ж, надеюсь, закон всё-таки примут в ближайшее время, а исполнением наказания за употребление собак в пищу будет заниматься корейский псин. Следующая новость. В России впервые вынесли приговор женщине по делу об уклонении от военной службы во время мобилизации. Суд не счёл уважительной причиной беременность подсудимой. Это вообще всё логично. Потому что, видимо, в армии пузо могут иметь только генералы. На самом деле, просто-напросто программа нашего правительства по помощи матерям. Я не думаю, что что-то не так. Потому что, ну, пока ты на одном сроке, те государства уделяют другой гораздо больше. Выгода для мам. В итоге, девушку признали виновной и назначили приговор в шесть лет колонии общего режима. Но всё-таки проявили гуманность и отложили приговор до 2032 года. И это, кстати, первый случай в медицинской практике такой длительной задержки при беременности. Звучит жёстко, даже если взять в расчёт нюансы того, что она вроде получала какие-то пособия из-за того, что она не снялась с учёта во время службы. Не знаю, возможно, произошла какая-то ошибка. Например, адвокаты просили суд всё-таки уступить беременной, но суд не так понял, и теперь она реально может сесть. Ну и ужасно, что девушка в положении вообще столкнулась с подобным стрессом. Вряд ли бы наша судебная система понесла какую-то ответственность, если бы у неё вдруг прервалась беременность, не дай бог, или, допустим, случилось раньше срока. Но с другой стороны, что, справедливость ради, даже если бы ребёнок родился недоношенный, ну неужели в 2023 году в России не нашлось бы людей, которые не могли бы помочь ей с доносами? Что в самом деле? Желаем здоровья маме и ребёнку, а также отмены жёсткого приговора. И двигаемся дальше. Очень страшная новость. Пиво может исчезнуть в ближайшие годы. По мнению одной из крупнейших пивоварин в Японии, глобальное потепление приведёт к снижению урожайности ячменя в ближайшие 30 лет. Что я могу сказать? Походу нас реально ждёт очень тёмное будущее. Не фильтрованное, ебать. Конечно. С другой стороны... Чё, ты всё? Ты заебался такой? Это была последняя капля. Пишем, всё нормально? Ну что я вам могу сказать? Те, кто с пеной у рта доказывал, что глобального потепления не существует, теперь будут без пены у рта, видимо. Это значит только одно. Пивозавры на грани вымирания. Не знаю. Я и не думал, что мне из-за глобального потепления придётся повышать градус. Вот так же. Движемся дальше. Приёмный отец Дани Милохина сообщил, что администрация города Анапы подала на их семью в суд, требуя снести два жилых дома, из-за нарушения норм. При этом один из домов был построен 73 года назад. Страшно представить, что сделала бы власть, если бы папа был родной. По-моему, всё логично. Даню взяли из госучреждения. Теперь государство просто пытается вернуть его обратно. Госданька. Не знаю, господи, отстаньте, отстаньте от танцующей сиротки, блядь. Он ничего не сделал. Он и так еле успел от вас уехать, нахуй. Видимо, наверное, из-за того, что он оставил военкомат с носом, российские власти решили оставить в отместку его родителей со сносом. Такая, нахуй, фонетическая. Движемся дальше. Федеральная налоговая служба запустила сервис подбора имени для ребенка. Подбор сформирован на основании 5000 реальных уникальных имен детей. 5000 уникальных имен? Ебать, я знаю 9. Возможно, остальные это просто разные слова с приставкой слав. Типа, стулослав, членослав, кунислав. По-моему, звучит потрясающе. Очень скрепно. Вообще, если власть хочет вырастить суперлояльных граждан, предлагаю, чтобы сервис мог генерить имена только из согласных. Вы, я умру и вы будете скучать, нахуй. Я, я гарантирую. Вы будете говорить, ебать, это было круто. Имели, не ценили, потеряли, плачем. Да-да. Движемся дальше. Карди Би уверена, что за ней охотится призрак в собственном доме. чтобы изнасиловать ее. Это реальный факт. Она начала вбрасывать это на полном серьезе. У обычного человека шансы секса с Карди Би призрачные. Значит, у призрака есть все шансы. Я считаю так. Вообще, забавная история, потому что обычно, ну, как считается, призрак остается, когда у него есть незаконченное дело. Что же это был за тип такой, если его единственное незаконченное дело это отъебать Карди Би? От призрака не может ее спасти даже муж по ее словам. Вот так вот смотришь, вроде паранормальная. Но потом вот такая херня. Возвращаемся к новостям из России. Госдума приняла в первом чтении законопроекта наказание за оправдание и пропаганду экстремизма. До пяти лет лишения свободы. Кстати, любопытный вопрос к депутатам. А вот будут ли считаться преступниками судей, которые будут оправдывать подсудимых по экстремизму? Вопрос, конечно, скорее риторический, потому что последний оправдательный приговор в РФ, который я видел, это был суд оправдал обвиняемых в контрабанде полутонной кокаина. Вот это последнее, что я читал из оправданий. Не знаю, оправдание экстремизма, пиздец. Мне кажется, можно перестать ломать комедию и вот эти вот по чуть-чуть принимать законы и просто нахуй запретить адвокатов. Потому что нахуй они нужны, я понять не могу. Ходят, блядь, что-то, блядь, спорят, знают законы, доебались, блядь, идите нахуй домой. С этой статьей об оправдании экстремизма такое ощущение, что в Госдуме все депутаты это моя мама, нахуй. Потому что мне твои оправдания не нужны, ебать. Иди, стой в углу, 8 лет. Более интернациональная новость. Делегация талибов потеряла свои паспорта в московском перекрестке. Ну как потеряла? Все в магазине видели, что они что-то оставили. Просто боялись подходить. Получается, они были в перекрестке и что-то купили там, правильно? Следовательно, относительно современных российских законов, запрещенная в России террористическая организация профинансировала магазин перекресток. Ребята из перекрестка, выпускайте охуенный инфоповод. Если вам нужен новый сммщик, пишите мне. Да и потом, нормально ли радикальным исламистам закупаться в месте, которое называется перекресток? Не знаю, не знаю. В любом случае, кассир, который их обслужил, лучший работник полумесяца. К более символическим новостям перейдем. В городе Орел раскололся дуб, посаженный в 1861 году в честь отмены крепостного права. Оказывается, это довольно древняя практика сажать за какие-то хорошие инициативы. Теперь власти Орла в раздумье, что будет проще и быстрее восстановить дуб или крепостное право. Цифровая новость. У некоторых пользователей ВК появилась вкладка 18+, с порнографическими роликами. Официально. Соответствующая реклама начала появляться в Питере и Москве с порнозвездами и лозунгом «Смотри все и даже больше». Кстати, не удивлюсь, если постеры с такими же слоганами висят и ФСБшников, которые смотрят на меня через вебку, когда я сижу в ВК. Что ж, на самом деле в ВК всегда было очень много порно. Это известный факт и, наверное, даже прикольно, что они не стесняются этого, а наоборот сделают это своей, типа, фишкой. Блядь, с другой стороны, я вот сейчас подумал, ЧБД заплатили сотни миллионов рублей, чтобы они звали людей в ВК, а я, нахуй, за бесплатное порево тут ебать распинаюсь. Хороший ход, знаете, на что давить, ребят. Вообще, обожаю дрочить с авторизацией по паспорту. Это добавляет какой-то адреналин перчинки, блядь. Ну и уверенность в свою дрочку. Типа, ты выбираешь порно и такой, а знаете, да, нахуй. Вот на это я сегодня буду дрочить, товарищ майор. Короче, прикольное нововведение, но даже если после него в соцсети и будет всплеск пользователей, то у каждого по отдельности. Быстрая новость. Депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила, что украинские власти продавали детей на органы компании Кока-Кола. Достоверную информацию нашли в одном из детских домов. Ну а что вы хотите от Кока-Колы? Это же ебать вкус детства. Ну и справедливости ради не делайте вид, что у вас не было ни разу ситуации, когда вы пьете Пепси и такие, что-то не то. Чего-то здесь не хватает. Движемся дальше. В России планирует создать аналог The Sims, соответствующий российским традиционным духовно-нравственным ценностям. В российской версии Sims приколом будет удалять лестницу и не давать выбраться из купели. Кстати, если в этой игре два Сима мужчины вдруг влюбятся друг в друга, они ничего не предпринимают и продолжают делать вид, что ничего не произошло. Кстати, в оригинальной игре все знают во время полового акта Симсов игроки видели просто квадратики. В нашей версии все по-другому. Поверх секса будет показывать фильм о Зоре здесь тихие. Кстати, если в этой игре и будут проходить Сим-выборы, то голоса всех Симов будут официально учитываться в настоящем электронном голосовании. Почему нет? Российский The Sims мне кажется будет просто называться The. Ну или предлагаю назвать его Снилс. Чтобы хоть какой-то был толк. Чтобы хоть для чего-то он был нужен. По неподтвержденным слухам наша версия будет отличаться тем, что ты открываешь игру и ты не можешь играть, за тебя всем управляет Путин все равно. Сидишь, смотришь нахуй. Это по сути будет просто трансляция со спутников на ДРФ. Кстати, тоже занятная особенность, чтобы построить свой первый дом в русском Sims, тебе надо будет в игре провести лет 30 и хуярить на трех работах. Если в этой игре в вашем доме случайно загорается библиотека, то появляется маленькая фигурка Адама Кадырова и пиздит всех ваших персонажей. Ну и ладно, раз уж мы затронули эту тему, Никиту Журавеля, который сжег Коран и был за это арестован и отправлен в Чечню, избил 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров. Сначала это было только со слов Никиты Журавеля, а затем и сам Рамзан Кадыров выложил ролик с избиениями, подписав в посте Телеграма, что он гордится поступком своего сына. Песков отказался комментировать избиение сыном Кадырова обменяемого в сожжении Корана, заявив, цитата, не хочу. Он просто не расслышал. У него в этот момент просто одновременно спросили, хочет ли он компот. Самое грустное в этой новости глава Совета по правам человека Валерий Фадеев отреагировал на видео с избиениями Никиты Журавеля следующим образом. Видео мне пересказали. Первое. Я думаю, что сжигание Корана это, безусловно, серьезное преступление. Это серьезная провокация. В нашей многоконфессиональной стране это недопустимо. Это преступление должно караться законом. Второе. Есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. Эти правила, конечно, должны соблюдаться. И третье, что я думаю, суд вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого вжигания Корана. То есть, по сути, реакция главы СПЧ вкратце звучит как книга лучше. Оказывается, эта организация все это время называлась не СПЧ, а СПЧЧ. Союз по правам чеченского человека. Одного. Всего одного. Представляете, это глава Совета по правам человека в России. Вот как он решил высказаться относительно избиения человека. Может, давайте напомним ему и прочитаем, какие у гражданина Российской Федерации есть права. Давайте в следующий раз. Это какой-то кажется, это новое издание. Мне непонятно вот что. Я в Бога не верю, но даже допустим, если мы предположим, что существуют какие-то действительно священные книги, вот если какой-то дурачок сжигает ее, ну, в нашей стране законодательно и так типа его накажут, и после смерти Бог будет вечно его мучить в аду. Ну, или дьявол, там вы во что уже верите. Я не очень понимаю, зачем впутывать в эту схему еще и опиздюливание дополнительное сыном Кадырова. Типа, вечных мук недостаточно. Плюс получается очень хитрая схема, потому что, ну, если бы Никита Журавель попытался как бы постоять за себя и дать отпор сыну Кадырова, он бы еще и загремел за то, что он, блядь, несовершеннолетнего отпиздил. Очень удобно, круто. При этом полиция Грозного произвела проверку и не нашла никаких нарушений в действиях Адама Кадырова. По причине того, как они заявили, что ему всего 15 лет и он еще не уступил возраст уголовной ответственности. Вообще, это очень интересная лазейка в законе, не находите? Тогда, мне кажется, нашим властям небольшая подсказка. Самое время обзавестись профессиональным отрядом детей-убийц. А что, нихуя не сделать? А, подождите, раз они уже поставляют Калашникова в школы и дроны. Кажется, вы уже сами догадались, молодцы. Так вот, как получается, все это время ЧВК оставалось вне закона. Это был отряд пупсиков. Ну, естественно, одна из самых главных новостей, которая произошла за последний месяц и самых ужасных. Израиль официально находится в состоянии войны с Палестиной. Сначала война с Украиной, потом произошли события в Карабахе. Сейчас вот Израиль с Палестиной тоже объявили войну. И если честно, ну вот, положа руку на сердце, мне кажется, что у меня есть ограниченный очень внутренний ресурс на ограниченное количество войн. Понимаете, о чем я? Что как будто бы есть, типа, две войны, которые я вообще способен воспринять. Потому что если сейчас еще будет третья какая-нибудь, я такой, ну в целом, да, сейчас много войн, это новый тренд, что боятся вообще, все воюют нахуй. И приходится еще и в этом разбираться, потому что, ну, люди умирают, как-то хочется понять вообще, почему это происходит. Но ты пытаешься понять, и ты нихуя не понимаешь, потому что этот конфликт, например, идет уже больше тысячи лет. Хую пойми, кто там начал, кто закончил, и вся твоя жизнь проходила вообще мимо этого конфликта. И сильнее всего в этой ситуации не хочется быть, блядь, Джастином Бибером, который недавно запостил в Инстаграм пост с надписью «Молюсь за Израиль». Правда, на фоне была фотография разбомбленной Палестины. Я насмотрелся на огромное количество ужасных видео, где вооруженные люди ведут себя как звери по отношению к безоружным. Посмотрел кучу фотографий, в том числе разбомбленных домов и сектора газа всего. У меня стойкое ощущение, что мы летим куда-то в средние века с бешеной скоростью во времена дикарей. Как будто у человечества полетели драйвера, и нужно заново переустановить их и откатить до базовых настроек по умолчанию. Я не хочу наговорить херни, поэтому скажу одну вещь, в которой я твердо уверен. Нельзя убивать мирных людей, ебать, надо до сих пор проговаривать эти вещи в наше время. И этого не должно быть никаких «но», никому нельзя. И каждый, кто это делает из-за политических каких-то мотивов, из-за религиозных, из-за приказ, да из-за чего угодно, не имеет на это никакого права и является просто омерзительным трусом и подлецом. Я выражаю поддержку всем, кто пострадал, и надеюсь, что мы как человечество сумеем разобраться со всем этим, пока не стало слишком поздно. Ну а вы оставайтесь с нами, и мы скоро вернемся. Задушнил, я знаю, задушнил. Ну я разок про изюм пизданул, мне таких хуёв навешали. Надо быть теперь более политкорректным. Расскажу вам историю, которая случилась со мной буквально вчера. Я такой, надо посидеть сегодня, порасписывать, что мы с вами будем обсуждать. Перед этим, естественно, когда садишься работать, мозг такой, ну надо и посрать, сходить, и, блядь, а может быть, помыть посуду, уебать, начинается вот это вот. Я вместо того, чтобы сидеть работать, такой, надо почтовый ящик пойти проверить, нахуй, просто что угодно, лишь бы не работать. Дошел до почтового ящика, достаю оттуда, ну обычно там спам всякий, когда они не на имя приходят, достаю письмо. Мы недавно ездили первый раз в Лагуну Бич на машине, и мне пришла квитанция на мою тачку, написано, типа, номер моей этой, номеров машины, несколько дорог, по которым я проехался, и написано, что я, типа, за проезд по фасттреку должен заплатить, типа, ну 17 долларов. Сейчас, и если я, типа, это не сделаю в течение, там, двух месяцев, это превращается в штраф в 300 баксов. И там, типа, ну много опций, как можно оплатить, и есть удобный QR-код. И я такой, блядь, ну конечно сейчас 17 долларов, навожу телефон на QR-код, оплачиваю 17 долларов, кладу телефон, что-то работаю, 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 и хуяк, такой, что-то, почему-то телефон вибрирует. Я поднимаю телефон, и смотрю, у меня минус 100 баксов в Сакраменто, минус 300 долларов в Альбукерке, минус 15, и просто начинает, пом-пом-пом-пом-пом, снимать с меня бабки на разных концах Америки. Я, короче, естественно, звоню в банк, говорю, это не я в Сакраменто, типа, еще, блядь, не знаю, есть у вас, у кого- американский банк. Есть такая хуйня, что как только ты заводишь карточку, ты нигде не можешь расплатиться, и надо звонить президенту, подтверждать, что ты купил кулебяку нахуй. Я заебался, я пытался купить носки в Найк, как позорище стоял, сейчас, извините, карта не проходит, сейчас нахуй, сейчас. А тут, сука, еблан, по 500, по 300 баксов, хуй поймит, где снимают, они такие, ну это он, это нахуй точно он? Конечно, одобряем операции. Я в итоге, естественно, позвонил в банк, объяснил, что спиздили карту, мы ее перевыпустили. Но вот в чем проблема, если мне теперь, какое, любое письмо, какое бы мне не пришло по почте, я теперь ничему не доверяю нахуй. Прикиньте, мне придет какое-нибудь письмо из разряда, последнее предупреждение, на вас подали в суд, вас могут депортировать, а я говорю, ааа, хе-хе-хе, блядь, попизди, попизди, Даня, это я твой папа, я хочу, ааа, блядь, скам, нахуй, меня не наебете, просто так. Я все время на паранойе, и в Америке же очень сложно понять, где тебя наебывают, а где нет, но мне пришла бумажка, я такой, ну не выглядит как фейк, нахуй, потому что у них очень многие вещи, до сих пор, блядь, ты по телефону решаешь, это так тупо, ты такой, а можно сайт, типа, по почте, нет, звоните, нахуй, и это очень сложно не повестись на какое-то мошенничество, потому что, ну, в России я уже привык ко всем возможным вариантам, как меня могут наебать, более того, я даже кое-где, наоборот, перебарщивал с этим. У меня произошла следующая ситуация, как вы прекрасно знаете, очень часто в РФ звонят и представляются сотрудниками банка, говорят, у вас подозрительная операция, нахуй, срочно давайте нам все данные, и одним из прекрасных вечеров мне звонят из моего банка, одного из, *** банка, они не возьмут рекламу никогда, нахуй, но тем не менее. А знаете, кто возьмет? Мои любимые и замечательные пупсики из авиасейлс, помните, что это? Правильно, сервис по поиску и покупке дешевых авиабилетов, там цены на некоторые рейсы еще более маленькие, чем я сам, представляете? Ладно, продолжайте просмотр. Мне просто звонит какой-то незнакомый номер, я беру трубку, и мне говорит, чувак, здравствуйте, я ваш новый персональный менеджер, *** банку, меня зовут Сергей, я ему говорю, пошел нахуй, он говорит, Данил Алексеевич, я говорю, соси хуй, еблазоид, блядь, пососай, он такой, Данил Алексеевич, я, сосать нахуй, на зоне там всем соси, петух опущенный, кладу трубку, забываю нахуй про эту историю, потому что, ебать, я знаю, что мой персональный менеджер, девушка, у меня в приложении есть ее, ее типа фотография, ее номер, вся хуйня, я ему, блядь, нашли лоха, долбоебы, происходит война, я такой, бля, мне надо несколько выписок из банка, захожу в приложении, а там иконка ваш персональный менеджер, Сергей. И я ему звоню, он такой, здравствуйте, я говорю, здравствуйте, я только что узнал правду, мне очень стыдно. Он говорит, я очень долго ходил, думал об этом, я говорю, простите, пожалуйста. Как вы бы поставить, какую оценку вы поставили бы нашему общению? Сергей. Есть же такая хуйня, что здесь, ну, абсолютно диком, диком, становишься, извините, бебало немного, я чуть финтольчиком заправился перед съемкой. Кажется абсолютно диким, что ты здесь иногда записываешься условно в парикмахерскую, они говорят, диктуйте номер карты, и ты такой, диктуешь его, они говорят, месяц и день, диктуешь, они говорят, и три последних номера, и ты такой, ааа, все, что я знаю, все, что я учил до этого, говорит мне, бросай трубку срочно, ну, ты такой, пять, девять, три, они говорят, спасибо, ты такой, пожалуйста, ебать, просто незнакомому человеку, которого ты загуглил, в интернете, нахуй, держи. да это страшно, а по-другому ничего не сделаешь, да, ты им спрашиваешь, а может быть, на сайте как-то можно, они такие, ну, вы же все равно на сайте будете вводить эти три цифры, я такой, да, ну, это, блядь, не по телефону, как нахуй, тебе сказать, ебать, кто ты, я Сара, думаешь, блядь, ну, тогда ладно, держи, очень сложно в последнее время стало обсуждать вещи, вообще какие бы то ни было, и никого не обидеть, и не напороться ни на какие проблемы с тем, что тебя канцелят, или просто зляться, но я попробую, ладно, окей, обсудить одну тему, аккуратно, вы никогда не замечали, что черные, Ладно, давайте так, вы замечали, насколько они вообще не шарят в нашей внешности? Ебать, подоставали телефоны, нахуй, окей, нет, хорошо, я не хочу сказать, что все черные, но все, очень часто мои вза... Блядь, ладно, хорошо, сейчас, мы сейчас найдем, как к этому подступиться, приведу простой пример, какое-то время назад, я гулял с собакой, и я по, как бы, положению хозяина собаки, вынужден тусоваться с людьми, с чьими собаками играет мой пес, и вот из-за того, что мой пес начал играться с двумя какими-то собаками, я подошел к их хозяеву, он такой, типа, здрасте, нахуй, и мы стоим, типа, пока мы следим, чтобы собаки никуда не убегали, и ничего плохого не сделали, стоим, типа, общаемся, и так вышло, что два хозяева, двое хозяев этих собак, были черный парень и девушка, и мы что-то представляемся, ну, я здороваюсь, говорю, как меня зовут, и черный парень такой мне говорит, слушай, ты выглядишь точь-в-точь, как Гарри Стайлз, you look just like him, и девушка сбоку такая, типа, я думал, кого он не напоминает, и я стою, ну, а я как бы, ну, так уж сложилось, пару раз нахуй смотрелся в зеркало, ебать, и я им такой, ха-ха, говорю, спасибо, конечно, я говорю, но ведь он же даже не рыжий, и знаете, что они ответили, они такие, оу, да, типа, они вообще, настолько похуй, я такой, блядь, конечно, приятно, что тебя сравнили с красивым человеком, но насколько же, ну, эта ситуация в обратку так не работает, потому что вы себе можете представить, если бы я подошел к чернокожему парню и сказал ему, блядь, ты вылитый, Уилл Смит нахуй, а одно лицо просто не отличить, паракобама вылитый нахуй. Я, кажется, разгадал, почему у мужиков дырявые трусы. Давайте так, есть же, ну, парни, все же понимают, о чем речь, у всех есть трусы с вот этими двумя дырками, блядь, девушки всегда, вот, блядь, вот, всегда говорят, ох, про пердел нахуй, про пердел, так говорят, пекание, о, смотри, про пер, кстати, это, кстати, как мою фамилию все американцы называют, мистер про пердел, ваш столик готов, вы звонили, все забронировано, это, кстати, пиздец, большая проблема, американцы настолько не вывозят в мою фамилию, самое, блядь, последнее, что было, это чувак мне сказал, мистер по перчине, проходите, сказали, это вы, мистер по перчине? и я такой, си, ва, бене, порфа, боре, и самое дурацкое, что, ну, блядь, ну, есть же вероятность, что, возможно, через какое-то время мы будем получать здесь паспорт, ну, вдруг, и прикольно, что, если, когда ты получаешь новый паспорт, можно же любое имя вписать, и, как бы, хочется оставить свое, но, при этом, если тут вдруг будут дети, их же заебут с этой фамилией, нахуй, ну, просто, типа, они, они и правда не справляются, и хочется как-то вроде и корни свои засейвить, и вроде как облегчить жизнь детям, и я вот думаю, блядь, ну, вот если бы я реально менял бы свое имя, на какое-то имя, фамилию, единственный вариант, до которого я додумался, это вот какой, очевидно, что если у меня появится американский паспорт, об этом узнает российская пропаганда, и я бы просто мечтал, чтобы в какой-то момент, где-нибудь на НТВ, или просто на любом пропагандистском телеканале, вышел сюжет, что у предателя Данилы Поперечного найден американский паспорт на имя Егор Крид, я всерьез об этом задумываюсь, клянусь вам, потому что мне кажется, это был, во-первых, звучит, во-вторых, после всего того, что с нами и с Егором произошло, было бы логичным завершением, что я бы сам стал Егором Кридом, нет? Мне кажется, это неплохо. Я периодически хожу по улицам, вижу надписи всякие, и примеряю это, как свое имя. Последнее из того, что я видел, прикольное, это на, знаете, есть такие желтые хуйни ставят, на которых написано мокрый пол, типа wet floor, и там есть, там дублируется на мексиканском, написано pisamojado. Я такой, а что? Ну это лучше, чем по перчине, ебать, но это явно прикольнее. Так вот, есть, я кажется, разгадал причину, почему у мужиков все время трусы с дыркой на жопе, чтобы в целом наши трусы превращаются вот этот вот из нано-материала, который супер прозрачный, который уже как интимное белье через какое-то время начинает выглядеть. Надеваешь, такой, ебать, из жопы видно, и все торчит, ахуеть, а как так? Вроде ткань ощущается. И я правда нашел этому необычное объяснение. Не то, что мы там пердим, да невозможно пердежами, блядь, так ткань уничтожать, ну мы что, не кислотой же мы брызгаем, нахуй, ну что, из задницы. Он, конечно, горит, но он сам по себе это не делает, газ это ничего. Я разгадал механику. Кажется, почти всю свою жизнь я ношу только двое трусов, те, которые сейчас на мне и те, которые с самого края ящика. Врубаетесь, потому что эти становятся грязными, я кидаю их в стирку, беру первые попавшиеся, надеваю, через какое-то время эти с трусой стираются и ложатся на край. И я просто гоняю этих двух бедняк нахуй вот так по жопе по своей хожу просто. У меня есть трусы, я вам отвечаю, которые я 4 года не открыл из пачки. Они приехали из Питера со мной, такие, интересно нахуй, а я на жопе когда-нибудь буду, блядь, они в обертке. Вообще, понятно, на самом деле у мужчин есть проблемы с тем, чтобы выбрасывать трусы, потому что мы относимся к ним особенно, что это как лучший друг, мы с ними столько дерьма прошли, я их из такой жопы вытаскивал, они уже как родные. Очень сильно морально вымотан из-за всех этих новостей, потому что, ну, опять же, все, я так подозреваю, переживают из-за всех, очень много у всех родственников в Израиле. Попадем, у кого-нибудь есть родственники в Израиле? У кого-то есть родственники, ну, типа кто находится прямо сейчас друзья в Израиле, похлопайте. А у кого-то есть палестинцы? А вы, у вас есть палестинец друг? Как у них дела? В основном тут? Все, они вовремя уехали. Блин, ну круто, я, если честно, мне было интересно вообще, существуют ли палестинцы и это выдуманное для гоня, чтобы просто контролировать нами, нахуй. Не знаю, я очень вымотан из-за этих новостей и еще, мне вот почему не хочется продолжать делать это шоу, потому что его надо делать ежемесячно, а создание этого шоу подразумевает, что надо следить за новостями и очень внимательно это делать. И это в наше время очень тяжело, потому что приходится смотреть все эти пиздецы. И мне начинает казаться, что весь вот этот стресс и все, что с нами сейчас происходит, понятно, что война Израиля с Палестиной происходит с нами очень косвенно, но тем не менее, это происходит во время того, как мы живем, у нас есть очень много близких, знакомых, нас всех это так или иначе касается все равно. И эти времена, короче, настолько, мне кажется, большие, важные и травмирующие, что вся эта происходящая штука, она как будто въедается в то, кем мы являемся. Это как будто становится нашей частью, что, возможно, мы в старости будем нести багаж вот этих вот происшествий, как наши вот деды, которые говорили, блять, да у вас охуенная жизнь, вы должны радоваться, у нас там вообще пиздец, ели как хлебушек, блять, как птички. Это настолько в меня въедается уже в мою идентичность, типа, в то, кем я являюсь, в то, сколько я времени переживал, в то, как я через себя пропускаю, что у меня каждый раз, когда в Америке спрашивают, типа, occupation, я каждый раз на автомате отвечаю, Russia, и, в каждый ебаный раз. Они такие, нет, кем вы работаете, я просто груз ответственности, простите. Многие вспоминают сейчас то, что Жириновский все это предсказывал, это становится очень пугающим, потому что следующее, что он говорил будет после конфликта Палестина-Израиля, это Третья мировая война, но надо, наверное, отдать должное, не все из того, что пизделал Жириновский, сбывается, слава богу. Например, однажды он сказал, целоваться надо запретить, потому что рот это самая грязная дырка. Вот эта цитата. Но если представить, что он в этом случае прав, и мы действительно находимся на пороге Третьей мировой войны, с учетом того, как закипает вообще медиапространство, прикиньте, мы, возможно, реально находимся в том небольшом отрезке времени, когда война еще не началась, и она вот-вот начнется, и надо наслаждаться этим, пока это есть, надо успеть. Это так страшно, потому что надо успеть сделать все то, что ты хотел сделать и не успел. Типа, какие-то мечты реализовать. Я вот, допустим, ни разу не летал на приватном джете, я хотел попробовать хоть раз. Я так и не купил дом своей семье. У меня была такая мечта, я ни разу не жил просто в частном доме, я хотел бы попробовать. Я так и не собрал олимпийский. Иронично, но все это я мог бы получить просто один раз, съездив на Донбасс. Просто разочек спеть одну какую-то песенку про ракеты, сплясать га-пока, и все мои мечты ставим в реальности. Если Третья Мировая Война вскоре действительно случится и мир будет как бы уничтожен ядерными взрывами, согласно многим религиям, не смог выговорить это слово, охуеть, сейчас, извините, святой воды попью, ебать, подождите. Согласно многим религиям, если ты умер мученической смертью, ты все равно попадаешь в рай. Получается, если будет Третья Мировая Война и всех разбомбят, прикиньте, ватники тоже попадут в рай. Прикиньте, ты попадаешь в рай после смерти, а тебе там рай всегда был наш, и ты такой, ебать, и тут нахуй все по новой, господи. И тут ангел в форме появляется и штрафует тебя за господи, ебать. Говорит, упоминание господа в суе две тысячи рублей. Ты такой, ебать, а в раю рублями расплачиваются? Я ангел такой, конечно, курсы ебать удобны, считать это все. Сто рублей прямо округляется. Прикиньте, ватники в раю. Ватники такие, да, можем повторить. Скажите, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович? А вы где? А его на небе нету. А знаете, где он? Понятное дело, не смог покинуть пост. Вот так я увернулся нахуй от срока за дискредитацию президента. Он не в аду, он трудоспособный. Вообще, замечательно к ним отношусь, но я думал, что я типа видел геев. О, нет. Типа, такие геи, как в Вест-Холливуде, это безец. Ну типа, геи в России, это просто мужики, которые такие, здоровы, любые. И идут по домам нахуй, просто молча. И дома, мне кажется, гей-секс в России выглядит, как мужчины просто в серых пальто заходят домой, целуют друг друга в щеку и говорят, слава России нахуй, ложатся спать. Потому что геи из Вест-Холливуда, вау, я иногда такой, господи, а это, я не уверен, что мои глаза воспринимают столько цветов, охуеть, я не знал, что так можно одеваться. Я был на Прайде. Я был платформой, на которой все геи ездили. Прикал, что не в этом году, а в прошлом году Прайд был 12 июня, в День России. Мы устраивали как раз митинг в этот день, а потом вечером мы их поехали с жены на Прайд. Это был митинг за свободную Россию? Плавный, перетекающий в гей-парад. Правильно, я понимаю. Я просто не могу понять, нахуя пропагандисты что-то выдумывают, когда оно, вот оно, ебать. Вот оно. Прикольные у нас друзья, ничего не скажешь. Типа, а кто нас поддерживает? Северная Корея, Китай, Талибан. А почему вы их из списка запрещенных организаций не уберете? Ну, мы и сами их боимся, ебта пока. Мы их позвали на чай, только пока, сводили в перекресток. Отъебитесь, мы их в перекресток повели. Мы повели их в продовольственный магазин, мы нахуй не в Кремль их привели. Успокойтесь. Бля, забавно, если они реально сами их ссут и водят по каким-то, блядь, подворотням, нахуй. Вот у нас тут ничего. Каких-нибудь депутатов навстречу отправляют самых неважных, которые... Куда ты, блядь, пропал? Да хуя, блядь. Я, короче, здесь примерно год и ощущение от Америки, будто я в фильме оказался. Типа, у меня через дорогу чел живет, который мой, типа, начальник на работе, и он, типа, в один горшок срать ходил с Дарреном Малакяном, он же, типа, член группы System for Down. Пригласил меня на концерт и все дела, и у меня до сих пор ощущение, вот даже спустя год, что я нахожусь в каком-то фильме, типа, необычном. У тебя вот какие ощущения в целом по Америке? Мне похуй. Я... Нет, я тебя понимаю. Есть ощущение, что здесь как будто все не настоящее, и даже бомжи ебанутые очень обаятельные. Смотря какие, не сперва. я не согласен, но мне гораздо проще стало с ними, типа, воспринимать их, потому что в какой-то момент я такой, а, ебанутый, а, ебанутый. Потом на 15 раз проходишь, он в телефоне сидит, и ты такой, так, он уже какой-то как бы персонаж, он обрастает личностями, он на кого-то подписан, получается. Какие-то бомжатские твиттеры, блядь, тоже другие. Они обсуждают там какие-то бомжатские свои дела, прикольно. Смешно, если у этих сумасшедших, у которых есть смартфоны, Джозеф выложил новую сториз. Лайк. И снизу подпись, пожалуйста, проголосуйте за мой телеграм-канал, чтобы у меня появились сториз. Что еще похожего в Америке на фильмы? Фотографии в айфоне. Он их обрабатывает, как будто бы, это прям ровный фильм. Да, но очень странная, кстати, есть фигня. Не замечали, что когда снимаешь сториз в Лос-Анджелесе и применяешь фильтр Лос-Анджелес, нихуя не подходит. Ты такой, блядь, а почему он так называется? То есть, когда я в Воронеже делал фотографию на бабушку сфоткал, такой, ну это Лос-Анджелес, ебать, тут вопросов нет. Но когда она сам в Лос-Анджелес, такой, ммм. Смотрели видеоблог, как вы с Полиной выбирали жилье, обычное, молодые семейные пары присматривают там, в этой комнате у нас выйдет жить ребенок, вы присматривали комнатку, где будет жить сатир. Когда приедете сатир? Сейчас подумаю, как ответить. Нельзя, да? В общем, ну скажем, блядь, есть, ну да, да, ладно, нельзя. Сейчас. Давайте, давайте я сделаю пародию на хорошего друга. Не знаю. И буду рассказывать. проблема в том, что он пытается сделать визу. Да нет, все в порядке. Хорошая жена. Нет! Я как Том Холланд, который распездывает спойлеры. Короче, что я пытаюсь сказать? Сатир, следующий президент Америки. Окей, он будет баллотироваться. Блядь, короче, короче, от кого? От демократов, ебать, конечно же. Потому что это пародия на справедливую систему, правильно? Я думаю, сатир может переодеться в кого-то, у кого есть виза и нахуй спокойно приехать. Мозги себе не ебать. Такой, я Джо Байден, нахуй, все. На приватном самолете прилетит. Главное, ебануться пару раз с трапа. И все, точно он, блядь, железно. Мы же в стране свободных и здесь, в принципе, может... Мы же в стране свободных звучит, как начало нового гимна. Скажу я вам. Можешь ли ты что-то прям от души, прям конкретно, пиздануть про Байдена? Вот прям такую правду-маточку, знаешь? Прям на экран. Подожди, документы еще получили. Ну, бля, обернись, типа, я, ну, там, я не знаю, что, за штору. Ты нахуй меня так-то на паранойю не подсаживаешь. Что я могу плохого сказать про Трампа, пока я не получил полностью все документы... А, про Трампа? Я как российский политик ответил, окей, давайте скажу, в чем не права Европа. Что я плохого могу сказать про Байдена, пока я не получил документы? Значит, так, меня бесит, что он недостаточно много падает. Это... Он меня разок подсадил на эту иглу, нахуй, я теперь жажду этого. Дальше. Его губы такие сладкие. Не мое. Когда с ним целуешься, блах. Давайте так. Я еще не знаю, чем плох Байден, но есть ощущение, что к моменту, когда я получу какие-то документы здесь, уже не надо будет разбираться. Нет такого. Мне очень интересно посмотреть, что это за заграничная диковинка такая. Разные президенты. Как разберусь, обязательно оставлю отзыв. Что ж, друзья, это было слишком поздно. Спасибо, что вы смотрели. Вам спасибо, что пришли. Оставляйте в комментариях темы, которые нам стоит обсудить в следующем выпуске. Ну, а вы подписывайтесь на канал. Увидимся. Надеюсь, в следующем месяце. Надеюсь, будет не слишком поздно. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok